АПЛОДИСМЕНТЫ Выпекать в духовке 12 минут до образования золотистой корочки. Помидоры конкассе и запеченный болгарский перец нарезать кубиками. Измельчить базилик. Смешать помидоры, перец, творог и базилик. Испеченный корж распределить по нему начинку и скатать. Поставить в холодильник на 15-20 минут. Для приготовления закуски яйца Бенедикт нам понадобится несладкая булочка или круассан, яйца, шпинат, слабосоленая семга, микс-салат, оливковое масло, сливочное масло, лимон, соль и перец. Сварить яйцо пашот. Шпинат протушить в сливочном масле. Для голландского соуса на водяной бане смешать 3 желтка с 3 ложками горячей воды. Аккуратно ввести сливочное масло и сок половины лимона. Посолить, поперчить по вкусу и перемешать до нужной консистенции. Булочку разрезать пополам. Верхнюю часть подсушить на сковороде или в тостере. Уложить микс-салат на дно тарелки. Сверху положить половинку булочки. Покрыть шпинатом, слабосоленой семгой. Сверху положить яйцо пашот и полить голландским соусом. Для приготовления трехслойного омлета вам понадобятся яйца, сливки или молоко, лук, шафран, эстрагон, сыр пармезан или другой сыр, оливковое масло, шпинат, помидоры черри, козий сыр, зелень и паприка. Чтобы приготовить желтый омлет, взбейте яйца со сливками или молоком. Посолите и поперчите. На оливковом масле обжарьте лук и шафран. Добавьте взбитые яйца и обжарьте до готовности с двух сторон. Для зеленого омлета взбейте яйца со сливками или молоком, посолите и поперчите. Нагрейте оливковое масло в кастрюле или сковороде, добавьте шпинат, эстрагон и петрушку. Затем влейте яичную смесь и доведите до готовности. Чтобы приготовить красный омлет, взбейте яйца с молоком или сливками. На сковороде с оливковым маслом обжарьте помидоры, лук, добавьте специи, затем влейте яичную смесь. Выложите слоями омлеты один на другой. По вкусу добавьте козий сыр и сыр пармезан или другой сыр, украсьте помидорами черри и зеленью.